Идущие на профит, приветствую тебя. Привет, друзья, дамы и господа. От нас их видеть. Лайки, подписчики, колокольчики. Нажимаем, 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 начинаем. 13 августа. Давайте посмотрим, что у нас по биткоину и криптовалютам. Во-первых, первое. СМЕ закрылись 29,520. С учетом спреда на этих же отметках мы и открываемся, скорее всего, завтра в понедельник. В теории, конечно, мне уже кажется, что ЕГЭ могут открыть, потому что волатильность очень сильно снижена. В теории, могут в одну или в другую сторону ГЭП открыть. Но, опять же, так как в 70% случаев открываемся без ГЭПов, будем ориентироваться на цену 29,520. С учетом спреда, по-моему, 29,390 или 420, я посчитал. Вот. Потом второе. Почти 66% лонг-аккаунтов на бинке. Два раза за предыдущие полтора месяца мы начинали отсюда продажи. Третье. Более негативный момент для шорта. Точнее, нет. Вот есть один позитивный. То, что это всего лишь вот насчет выплаты. Отрицательный набитыми было. Это всего лишь один час. Это оказалось не трендом. А вот, например, в эфириуме мне не нравится то, что ставки финансированные выплачиваются в отрицательной зоне несколько подряд. Вот это вот эфир, да? Вроде как 0,1 пишут, а на самом деле выплачивают раз, два, вот две подряд. Сейчас, если будет там штуки 4 или 5 выплат подряд, это плохой значок. Что касается эфира. Ну, и еще один негативный момент. Фантомы лимиток. Фантомы лимиток ботов. О них я рассказывал. Вот мы видим этих фантомы. Здесь предыдущие... Блин, почему тут так плохо отмечается? Вот фантомы лимиток, вот фантомы лимиток. То есть, видите, да, они везде. Вот я вчера отмечал. И они, эти фантомы, пробиваются постоянно. И сейчас, опять же, новый фантом вот этот вот. На 31-300. Вот это вот не есть гуд. Вот. А так, как говорится, хочется уже дождаться либо тейка, либо стопа. Думаю, что по фракталу, в принципе, все пока логично. То есть, подходим какой раз к сопротивлению. Сейчас вот тут вот раз. Ложно пробили. Второй. Пробой. Ну, то есть, тут тоже первый подход. Ложно пробили. Вот сейчас, по идее, должен быть еще один подход. Отбой и пробой. Ну, в принципе, все. А тут что нужно к выходным? К понедельнику, точнее, к окончанию выходных знать. По идее, должно быть ускорение. На это ускорение я и сделал ставку. Старым шортом к контракту XBT. Поэтому давайте почитаем комментарии. Живу в маленьком городе, работаю по контракту со строительной компанией, удаленно получаю доход в крипте. Нифигасипе. Вы что там встроите? Есть возможность переехать в МСК, но зачем, если так, могу прекрасно чувствовать в маленьком городе. Ну, вот у меня такая же тема. Сталкиваюсь с огромным непониманием родственников на этот счет. Так, согласно теме экономики вокруг себя, думаю, у всех было гораздо меньше возмущений. Так, я вот, когда надо платить крипту, выбираю лайткоин, комсакопейки. Лайткоин вообще сверхвыгодно, оказывается. Что-то вообще, ну, я думал, все, эти темы. Там, короче, у них же тоже есть всплески по транзакциям. Может, я, конечно, всплески эти попадал. Мне казалось, что все, лайткоин умертв. Но вот сейчас мы несколько транзакций сделали в лайткоине и очень-очень выгодно. Так, ну, наверное, с тезером проще, что его не страшно баланс снижать. Конечно, легче людям купить тезера и не заморачиваться там с этими комиссиями, чем лайткоин гонять. Так, как-то на битмаксе трейдишь через VPN, через анонимный аккаунт, имеешь второе гражданство в ЕЛУА битмакс. Написано, что не оказывается услуги рожданом РФ. Если узнать, что того, то сам мы не знаем, что тогда сделал. Нет, ты неправильно прочитал, там не оказывают президентам России в Евросоюзе. Я тоже эту тему, думаю, ну, когда эта новость вышла, она вышла, по-моему, год назад, что ли, полгода назад. Я тоже думал, ну, всё, хана. Нет, там не оказывают. Либо, короче, если ты живёшь в Крыму, ЛНР, ДНР, не Гонконг, Тайвань, какие там ещё спорные территории-то. Ну, короче, на всех спорных территориях живёшь, и гражданам Америки тоже запрещается там торговать, кстати. Тебе нельзя, у тебя даже табличка будет выскакивать, типа, тебе нельзя торговать. А из РФ нельзя, если ты резидент РФ, но торгуешь в Евросоюзе. Либо, если ты, какие там ещё, если ты юридическое лицо в РФ, или если ты там компания, хедж-фонд и так далее. То есть, про обычных физиков там нету. Да, то есть, вот если нажать на какую-то новость, запрещаю вам торговать, находящихся в Евросоюзе. Да-да-да, это у нас в втором году, в том году было, когда пакеты с пакетами присылали, санкционные. Ну, короче, вот, везде. Битвекс за кратерсианом. Ну вот, опять же, запрети торсианом пользоваться проживающих ВС. Опять же, я врубал ВПН, когда, и случайно мне американский ВПН вылезал, и я на Битву заходил, там прям табличка высвечивалась, вы не гражданин. То есть, если вы гражданин этой страны, срочно закройте, короче. А у меня ничего не вылетает, так что всё год. Так, многоуважаемый Гремль, скажите мне, там, кстати, на русский, один из базовых языков Битнекса, этот русский. Моговажаемый Гремль, скажите мне, пожалуйста, ты говоришь, что в крипте очень давно, а в другие годы такие были, период тысячелетний флэт. Да, постоянно. Очень много. Сейчас покажу даже, какой-то график-то побольше открыть. Ну, давай. Максимальный. БТЦ. Прямо из тысячелетних, тысячелетних. Ну, во-первых, вот этот вот флэт, вот из недавних, вот этот вот, и вот этот вот флэт, это всё. Был тяжёлый флэт, чтобы отсидеть. Вот этот не такой тяжёлый. Тут я начал переворачиваться в шорт. Это был не такой тяжёлый. Вот тут этот вот тяжёлый. Ну, тут чё, хорошо, тут хотя бы влатильность была. Внутри флэта очень много было заработано. Опять же, вот этот вот долгий флэт. Если вот, опять же, вот когда флэт, вот с такой большой волатильностью, с большой ликвидностью, это good. То есть, как и здесь удавалось зарабатывать на лонгах, так и здесь удавалось зарабатывать на шортах. Хотя, выход из этого диапазона лонговый, а выход из этого диапазона был шортовый. Потом тысячелетний флэт. Вот, честно, не помню вот этот вот период. Помню, вот весь вот этот вот флэт был очень долгим, но его я мало торговал. И самый долгий из моих флэтов, вот, наверное, вот раз, не два. Вот это очень долгие диапазоны были, прям пипец. Ну, обычно после таких диапазонов очень сильная волатильность начинается. Так, всем профит. На МРК Насдак не похоже на зажим? Дневка. Три касания, пока отбой. МРК. Ну, в принципе, да, что-то такое есть. Первичное сопротивление, стадия разгона, все есть. Скорее всего, где-то вот так вот. Раз касание, два касания, три касания. По идее, не можем прорвать, скорее всего, уйдет куда-то вот сюда на отбой. И если по кульминации смотреть, по кульминации смотреть, опять же, надо определить правильно точку контроля. Вот смотри, ну, если вот так вот, если вот так вот, да, по идее, может даже и была кульминация. Не знаю, но как минимум, отбой точно должен быть. А вот куда вопрос? По идее, конечно, к этому всему развороту. Еще как вариант, на перебой прав... Ну, короче, на перебои правого плеча, либо, короче, вот здесь вот я где-то набирал бы, например, на попытку вот такого отбоя. Вот так бы я бы сделал. А так не знаю. Если жить в колхозе, то и со штукой баксов на первой день. Это первый парень на деревне. Ну, знаешь, можно и с тремя косарями, с четырьмя, до пятью, до десятью, жить в центре города и все тратить. Ну, понимаешь, тут тем такая себе. Салу из ДТ зажима один час от ТХ. По Солане все уже. Я пятьсот раз говорил, что там. По Солане? Где твой проект на 26к? Слышь, кем? Сейчас в выходные. Фрактал опять не сработал. Фрактал как раз таки работает. А вот где твои 32 тысячи, который ты обещала уже который день. Так, что про басу? Рубль будет? Рыбль будет. Что про басу? По басу все по старому. Все по плану, как говорят у нас. Все по плану. Я жду ускорение. Я думаю, что бас будет по 130 еще раз. Сейчас начнется просто ускорение продажи. Просто непонятно, банк будет сдерживать, не будет паник сейл рубля и паник бай доллара. По идее, конечно, по нормальному я бы, конечно, всех высадил и нормально так дал прокатиться по 130. Как будет делать банк, не знаю. Сейчас вот чисто фундаментал пойдет. Я думаю, что будет больше. Я больше ставлю, что будет ускорение на 130. так. Спасибо, пожалуйста. Зажимы столько касаний. Сколько касаний была? Эфириум классик и взятые три дня. Вот это мы посмотрим. Раз такой большой тайминг. Блин, смотри, вот я зажим тут, чертил. Раз касаний, два касаний, три касаний. И провокацию дали на 12,8. К сожалению, лишь провокация это все обошлось. Ну, все. Тут зажим отработал. Далее можно, конечно, прессовать там. по двум касаниям не строится. Вот даже если здесь перила не было, а вроде как не было, я не буду рисовать зажим, пока не было второго касания. Пока вот так оставлю. Это вот паза отработала. Раз, два, три, отбой, четыре, пробой. Хоть и провокационный просто оказался. Жалко, что не разворотный. Тут, по-моему, еще какая-то форма была. Только я на другой бирже сейчас его открою, если найду. Конечно, можно вот так вот представить. Зона разгона хорошая, первичное сопротивление. Опять же, кипертрофированная. Блин, может еще где-то есть эфириум классик. Вот если был бы стартс 0.18, нормально бы было. Сейчас такой себе, но можно представить типа раз касание, два касания, три касания. Это все большой пробой с кульминацией. Наверное, тоже приличный, да? Ну да, здесь даже не возьмет такую логарифму. Кульминация. И, в принципе, здесь должен быть вот такой вот хотя бы формальный пробой. Ну, блин, ладно, это я уже размечтался, но я буду ждать такого чего-то. Сейчас выросло сильно банкротство физических лиц. В принципе, относительно легкой процедуры относительно банкротства США. Но это не есть гуд. То есть, люди берут кредиты, не обеспеченные производительностью, товарами и услугами, и в итоге это списывается. Это же списывается за чей-то счет. То есть, по сути, человек задолжал какому-нибудь банку и списывается за счет банка. То есть, банк недополучает прибыль. Эту недополученную прибыль он вкручивает в проценты потребителям банковских услуг, которые нормально выполняют свои обязательства. И такая цепочка. Это не очень гуд, конечно. Ладно, все. До новых встреч. До пребудет с вами прибыль. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»